Ну, в общем, мы сейчас пытались подать обращение в Министерство обороны Белоусовой и Герасимово, и нам сказали, что они не примут, потому что у них рассматривается только вопрос по срочникам, и это относится к деятельности Министерства обороны. Все остальное к деятельности Министерства обороны не относится якобы. То есть о том, что там госизмена присутствовать может, провести проверку надо, ничего не... Это эфир? Нет. Надо переносить... Микрофон. Нет, они что говорят? Что, пожалуйста, переписывайте под новую и оставляйте только одних срочников. Первый вариант. Второй вариант – идите на почту, дали два адреса, один на Бастрекина, вернее, адрес – это один и тот же, просто назначение будет. Один – Бастрекина, другой будет Герасимово. И также ответ они могут отдать в течение 30 дней. Но, ну, как по ощущениям, они просто не примут его. Даже если мы сейчас пойдем... Да, я просто отказал. Причем, когда мы задали вопрос по поводу приема подобных документов, допустим, мы когда были в Администрации Президента, там без проблем приняли документы и поставили там входящие, исходящие как и положено. Здесь они ссылаются на некий закон 259, по поводу оформления и приема таких документов, где они, скажем так, не рассматривают документы в том виде, который мы приносят. То есть именно рассматривают конкретно какой-то вопрос, который относится к их компетенции, в данном случае к срочникам. Все остальные вопросы к нам не относятся. Вы можете их там не подавать. И предлагают либо на почту послать, еще раз повторяю, на сайт выходить из Министерства обороны и конкретно посылать на если вы посылаете на Белоусова, Министра обороны. И как раз конкретно вопрос касающийся срочников. Не более того и все. То есть вот такая бюрократическая, скажем, заковыка. Понимаете? Ну, в общем, она, что еще сказала? Она именно три, подчеркнула три, ну, не соответствует. Первое, что в шапке должно было быть, ну, неправильно, да, указано, что нужно было. Кто подает, его адрес, его почта и так далее. И потом она говорит, а где люди, которые подписываются? Я говорю, вот они стоят все. Давай, нет, ну ладно, это тогда не нужно. То есть она сразу конкретно, ну, если они есть, ну ладно, тогда это не надо. Переобулась. И все, и переобулась сразу. Вот просто она, почему? Она минут 10, наверное, ушла, проконсультировалась, потом пришла, говорит, нет, мы вас не примем. Хотя они там полностью все прочитали, все анализировали и сказали, что нет, извините. Переначально она хотела принять там заявление. Все, давайте паспорта, документы. А потом, когда посмотрела сам текст, она говорит, погодите, я сейчас пойду уточнять по поводу того, что там написано. Убежала, мы, наверное, минут 10-15 ждали, только потом она пришла и стала давать вот такие ответы. При том, что гибнут люди, происходит вот такая ситуация, мы занимаемся вот этой бюрократией. Мы сказали, идет ситуация, когда нас, по сути, сейчас военное время, а в условиях военное время нельзя нам ждать 30 дней, когда будут люди еще гибнуть. Нас это, на самом деле, вызвало такое возмущение. Почему вы нам в условиях военное время отсылаете нас на почту, ждать еще 30 дней, еще какие-то ждать, когда вы нам разрешите, когда нам позвоните, узнать, когда будет готов ответ. То есть вообще непонятно, почему такая формальность в условиях того, когда люди гибнут. Погибают люди сейчас на границе, тысячи людей погибают. Почему такое происходит? Потому что нет, хотя по закону должны были принять документы. Неважно, касается жизни людей. Вот что непонятно. Интересно, как бы они заговорили, если бы все это министерство обороны отправили на передовую воевать, к срочникам. Срочников сюда вернули, а их вместо срочников, что бы они говорили вообще? И вместе с семьями их туда отправить. Пускай тоже живут в этих разбитых домах под постоянными обстрелами. Потому что ну как так? Люди пришли к нему с обращением, они отворот-поворот. Это беспредел. А письменный мотивированный отказ они вам тоже не предоставили? Ничего. Нет, ну во-первых, она сразу говорит, у меня обед всего 45 минут, просто можно покинуть и все. Технический перерыв. Более того, люди даже, которые там были приемные, то есть приходили другие граждане сейчас и ждали приемные, чтобы подать свои заявления по поводу сыновей и так далее. Они говорят, а что у вас? Мы говорим, вот такое заявление, касающееся событий в Курской области. Они говорят, давайте я вам подпишу. И женщина подписывала. И вас поддержу. То есть люди нас уже поддерживают. Она подписала во всех экземплярах. Говорит, молодцы, давайте дальше действуйте. То есть люди нас поддерживают. То есть люди понимают, что происходит. Оля? Не, очень интересно. Очень интересно получается, да. Вот мы пришли, значит, в Министерство обороны подать. А вообще, почему это все происходит? Вот давайте-ка вспомним реформы Сердюкова, да. Ведь с этих реформ Сердюкова у нас все и началось. Развалили армию в такой степени, что практически численный состав уменьшился в три раза. Коснулось практически всех род войск. То есть сухопутные, морской флот, там, авиация, ракетчики. Всех коснулось. Всех убавили. Что они нам говорили? Надо уменьшить. Но мы сделаем профессиональную армию. И не нужно будет иметь вот такой большой штат. Они будут мобильные. За короткий срок могут дойти в любую точку, где будут боевые действия. Что у нас по факту? Границы у нас практически остались пустые. Идет СВО уже перешло на нашу сторону. Уже вот Курская граница практически пустая. Войска заблаговременно. Разведка дала информацию, что что-то будет. Подтягивают войска к границе. В итоге у нас генералы что говорят? Убрали войска, переправили на другое направление. Остались только срочники. И что получается? По моему мнению, это все очень похоже на диверсию. И мы вот с этими заявлениями и хотим добиться того, чтобы... Вот с этими заявлениями... Войска заблаговременно разведка дала информацию, что что-то будет. Подтягивают войска к границе. В итоге у нас генералы что говорят? Убрали войска, переправили на другое направление. Остались только срочники. И что получается? По моему мнению, это все очень похоже на диверсию. И мы вот с этими заявлениями и хотим добиться того, чтобы... Вот с этими заявлениями мы хотим добиться того, чтобы провели проверку на госизмену, на диверсию. Ну, я считаю, это вообще беспредел. Во время... вот пришел к власти Владимир Владимирович Путин. За его правление, вот до сегодняшнего дня, все прекрасно знают, да, взорвалось более 29 складов с боеприпасами. Во время СВО случился снарядный голод. Не хватало снарядов, боекомплектов. Солдаты просили. Сам Пригожин сколько говорил, что не хватает, дайте нам снаряды. В итоге что? Сейчас Пригожина нет. Военные брошены практически. То есть, не знаю, диверсия, вот по моему мнению, очень похожа на диверсию. И также вот сколько информации было, что даже предприятия сейчас, вот оборонные предприятия, около 13 предприятий было закрыто. В нынешнее время, в тяжелое нынешнее время закрываются оборонные предприятия. Вместо того, чтобы наоборот наращивать потенциал военный, у нас наоборот там закрываются. Можно еще добавить? По поводу Владимира Владимировича Путина у меня возникло очень много вопросов. Если вспомнить историю того, как у нас еще даже после Второй мировой войны страна защитила себя ценой многих миллионов жертв. И действительно наши предки подарили нам свободу большими вот этими жертвами. Подарили нам независимость. И страна после победы над коричневой чумой, над фашистской чумой, действительно развивалась. Страна была могучая, мощная. Все границы были на замке. Это было в советское время. И практически 45 лет мы жили в этой стране, в Советском Союзе, не думая о том, что когда-то на нас полетят бомбы, сегодня, сейчас. Мы даже в страшном сне не могли такое представить, чтобы в эти дни сейчас у нас на границах, на приграничных городах и поселках, на наших мирных граждан шли бомбы, снаряды, погибали люди. Мы даже такого вообще представить не могли. Но с приходом демократов, спустя 45 лет, 90 года, пришли люди, которые себя назвали демократами, объявили нам, что у нас сейчас будут реформы, что все наладится. И это было время, когда приходили Горбачев, Ельцин и Путин, который, кстати, привел в кабинет Ельцин. Вот именно, я считаю, с Путиным это все и началось. Начались вот эти странные, скажем, теракты чудовищные. Помните взрывы домов в Москве? А помните совсем недавно теракт в Крокурс-Сити? Более того, я скажу, что у нас при Владимире Владимировиче Путине у нас сотни тысяч заводов прекратили свое существование. У нас многие деревни просто исчезли. Порядка 80 тысяч, есть такая цифра. Многие деревни и поселки просто как пропали с лица земли. Совхозы закрылись. И на самом деле все это говорит о том, что признаки разрушения страны при Путине налицо. Но самое страшное, что при Путине у нас начались вот такие события. И когда Владимир Владимирович объявил СВО в феврале 2022 года, это было очень странно. Во-первых, по всем законам Конституции все основополагающие решения, касающие нашей жизни, должны приниматься только через референдум. Но референдума проведено не было. Народ был отстранен от решения, скажем, одного человека. Далее было еще очень странно. Все, что сейчас происходит на границе Курской области, когда люди гибнут, и когда были отведены войска от границы Курской области, это говорит о том, что тут являются признаки диверсии. На самом деле я так считаю. Тем более, что в условиях, когда происходят такие события, Владимир Владимирович Путин уехал на встречу с главным каких-то республик, посещая сельскохозяйственные выставки, и нами отчитывается о том, что происходит сейчас на границе, где гибнут люди, мирные граждане, пропадают тысячами люди. Поэтому хотелось бы услышать от Владимировича Путина на поставленный вопрос от народа. А вообще, мы считаем, надо расследовать дела того периода, когда был Министерством обороны правил Сердюков, когда при нем была развалена армия, как я считаю. Надо привлечь к ответственности Шойгу, когда, будучи при нем, у нас была развалена гражданская оборона. Вспомним многие потопы, еще в Крымске, многие пожары, которые проходили, и миллионами гектаров горели у нас леса, и сейчас горят. Почему за это никто не ответил? Поэтому я предлагаю привлечь к ответственности Сердюкова, который сейчас занимает хороший пост, привлечь к ответственности Шойгу, который не понес никакой ответственности и сидит в Совете Безопасности, и привлечь к ответственности Путина Владимировича, и потребовать его. И мы, как народ, требуем Путина в отставку за все провалы, за то, что он не справляется со своими обязанностями. И он, кстати, обещал еще в 2000-х годах, что он ни дня не просидит в своем кресле руководителя страны, если народ ему не начнет доверять. А мы ему не доверяем. Владимир Владимирович Путин, мы требуем, чтобы вы ушли в отставку. Мы вам не доверяем. Потому что в результате вашего управления страна трещит по швам, экономика трещит по швам, люди гибнут. Почему у нас рвутся бомбы в мирное время? Раз же наш народ достоин такого? Наши дети гибнут. И наши деды, и наши отцы, разве за это проливали кровь тогда во Вторую мировую войну? Почему вы за это не отвечаете? Ответьте нам, пожалуйста, на эти вопросы. Мы, как народ, требуем от вас этого. У меня все. Уважаемый товарищ, я про город Белгород вот хочу рассказать. Я приехал из этого города. Все те, что в репортаже там показывают, я не знаю, как по телевизору что. Но у нас ситуация очень не просто напряженная, а самая. Уважаемые товарищи, я из города Белгорода. Город Белгород уже превратился полностью в аренобою. Вся эта граница, которая раньше была называемая между УССР и РСССР, она на десяток километров уже отодвинулась в нашу сторону. Почему я так говорю? Потому что те места, где жили люди, муром, выбиты, там уже практически все эвакуированы, никого нет. Остался там дедушка, бабушка, 70 лет бабушке, она парализована. Ну куда меня отвезут? Кому я нужен? Никому не нужен. Ну если же убьют, так убьют. То есть эти районы, поля выпалены. Там в любой момент может прилететь снаряд. Все виды вооружения. Дроны летают, если раньше они летали вот по тем регионам, ну это как раз в районе границы Белгород-Харьков. Сейчас они долетают до дорог, где в Шебекино вывозят, например, сельскохозяйственное зерно. Все попадает под вот это нападение с дронов. И что меня тоже, так сказать, поразило, например, вот майский поселок, это получается окружная дорога города Белгорода. То есть практически это крайний город Белгорода. Там прилетают дроны, и те маршрутки, которые ездят, не попадают. И девочка, у которой я покупал орехи, она мне вот это рассказала, что все, я вот боюсь ехать туда и сюда на работу, потому что любой момент может прилететь дрон. Я задаю вопрос, уважаемые чиновники, вы живете как на деньги, которые берутся от нашего народа. Где эта защита ПВО? Где эта защита против дронов? В 80-е годы были разработаны снаряды, при взрыве которого вся эта современная электронная техника выходила полностью из строя. Об этом сказал немножко Сливков. Это 80-й год. Я спрашиваю, где оно? Было много складов. Они взорваны. Где они? Кто за это ответил? Я больше всего вспоминаю этот курс. Ижевская база. Было 40 тысяч вагонов. Они взорваны. Кто с них спросил? Кто это создал? Как? Так. Поэтому велотекущий процесс лишения броноспособности Родины через взрывы, через кадровое назначение, когда садятся люди, которые кроме как деньги в глазах больше ничего не видели, не хотят видеть. А оборона это дело упирается в душу человека. И если он хочет победить, он побеждает. Если он не хочет, он врет, изворачивается, ворует. Сейчас развилось очень много. Они воруют. И когда ты молчишь, не говоришь правду, то Бог пришлет лично тебе. Так что не думайте, что отстояться в стороне от этой борьбы. Кроме того, вот в Курской области. Я тоже живу там 80 километров от того момента, где там вот этот момент сцепления боестолкновения. В бои зашли на нашу территорию, в Курскую область. Там есть Курская атомная электростанция. Она питает вокруг. Если ее уничтожат, будет большое радиоактивное заражение. Вот. Это опять, как говорить, малоприятная весть. Она меня совершенно не радует. Почему этот прорыв существовал? Сейчас в современных условиях невозможно скрытно накопить воинские подразделения. У каждого есть передатчик. Всех надо кормить. Всем надо топливо. Поэтому скрыть момент, что готовилась группировка войск на противоположной стороне, было просто невозможно. То, что отвел Герасимов войска с того района, это его личная ответственность. Личная ответственность. Пусть идет за это ответственность. А наши дети сейчас ложатся туда костями и умирают. У меня сын пошел, добровольцем пошел. Вот. Он сказал, я ему, сынок, да не ходи, там это жиды разбирается. Он говорит, папа, я иду потому, что если мы не сделаем там, это будет здесь. Так вот сейчас оно стало уже здесь. Вот как получилось. Сына нет, а те проблемы, которые обещали решить, их никак не решили. Вот спрашиваю, зачем товарищу эти деньги, если, как говорит, он не справляется с теми обязанностями. Вот если даже не лезть далеко глубоко, Брянская область, тоже лакомый кусочек. Сегодня было ночью боестолкновение. И Богомаз, значит, пишет, что мы их вытолкали. Да мы-то их вытолкали. Но когда ты сильный, к тебе не до тварь не осмелится подойти. А если ты стал хилый, боишься сказать правду. Тут, тут, как тут. Представители с той стороны находят с другой стороны своих подельников и дружно творят проект. И, кроме того, в интернете очень интересно распространилась информация Ариэль Маром. Он бывший сотрудник МОСАДА. Он хорошо рассказывает, что город Белгород, Курск, Брянск, Воронич – это все земли, которые должны присоединиться к небесному Иерусалиму. Вот этот проект построения Нового Иерусалима на костях нашего народа получается, так что ли? Ну и есть неофициальная информация, что в ряды армии нашей внедрены 40 тысяч сотрудников САХАЛ. Вы их не найдете там на поле боя. Они сидят в верхах и творят свое гадкое дело. А наши дети идут, защищают свою родину тем, что есть. Должны быть современные устройства – и авиация, и ПВО. Я почему имею претензию к ПВО? Вот город Белгород. Пролетели дроны. Раз, два, три. Вот он летел ночью. Это слышно было, ну минут 15 он один летел в звук. Вот. В старое доброе время взлетал вертолет. Настигали, стреляли. Где эти эти самые войска? Я не вижу. Его можно было взбить? Можно. Не сбит. Почему? В 1930 году Никола Тесла привозил разработку Тухачевскому забал за 20 тысяч долларов. Система, где энергетическим лучом резали моторы самолетов на расстоянии 250-300 километров. Эксперимент был проведен. Деньги 20 тысяч оплачены при Тухачевскому. Где эти разработки? Поэтому вы не говорите, что вот мы не можем, там у нас ничего там едет. Это все ложь. Где эти аэростаты, на которые можно поднять передатчик много и сделать станцию обработки? Да там даже на 20-30 километров будет видно, кто там ползет. А когда еще луна светит в миллиметровом диапазоне, вы соберете всю информацию, кто там есть, там ползает, там любая система. И сейчас, с учетом современных вычислительных возможностей, вы можете четко сказать, там вот с ножом, там с автоматом, а там стоит установка ракетная. Все это существует. Я спрашиваю, почему нет внедрения тех лучших разработок, которые наш народ оплатил своими кровью и костями? Когда это прекратится? Поэтому все те, кто не исполняет клятвенную присягу, да будут прокляты убийцы народа, да будут прокляты убийцы России. Доклад закончил. У меня есть еще вопросы к Владимиру Владимировичу Путину, касающиеся того, как мы сейчас живем. Владимир Владимирович, в феврале 2022 года ваши подконтрольные СМИ говорили, что у нас эта операция закончится за три дня. Вы извините, она уже идет третий год. Есть такой депутат Константин Затулин, который сообщил не так давно, что у нас эта операция не достигла цели денафикации, не достигла цели демилитаризации. Это было официально заявлено депутатом Госдумы. Кроме того, у меня есть еще к вам вопрос, Владимир Владимирович. А почему у нас треть страны, практически многие регионы Сибири, не газифицированы? Почему у нас газ при вас, при вашем правлении посылается в Китай в три раза дешевле, чем внутреннему потребителю, российскому потребителю? Так же, как и электричество посылается в Китай в три раза дешевле, чем российскому потребителю? Почему у нас сотни тысяч заводов перестали существовать при вашем правлении? Хочу привести еще очень интересные факты. Вот есть факты, и я думаю, с этим не поспоришь, когда буквально два года назад стало известно, что у нас 416 тонн оружейного стратегического урана из России было поставлено в США, а США нам злейший враг. Это разве не является признаком госизмены и диверсии. Тогда, когда из этого уже урана они готовят бомбы, которые летят к нам или которые посылаются на соседнюю республику и потом сцепятся нам на наши головы. Почему вы вкладываете в облигации, в американские наши деньги, миллиарды, миллионы, развивая тем самым американскую экономику? Вы кому служите? США или российскому народу? Почему народ нас так живет сейчас в нищете? Люди гибнут, до этого даже дошло. Почему отдали шельфы в Норвегию? Почему подписали кабальный договор и соглашение с ВТО? Вот эти вопросы, которые мы хотим озвучить и получить на него ответы. И требуем ухода вас с поста президента России, в отставку вас. В нашем заявлении мы хотим, чтобы были публично обнароданы следующие информации. Почему должным образом не была обеспечена охрана границ на Курском направлении в условии, когда мы более двух лет ведем боевые действия на территории соседнего государства? Почему военная руководство страны проигнорировала информацию российской разведки о готовящемся вторжении вооруженных сил Украины в Курскую область? Почему в преддверии наступления ВСУ основные силы и средства обороны границ на Курском направлении были переброшены в другого направления? Кто из должностных лиц понес за это ответственность? Почему на границе Курской области оказались солдаты-срочники, в то время как президент России Путин еще в 2022 году обещал, что они не будут участвовать в боевых действиях? Как стало возможно отсутствие второго эшелона на Курском направлении, и войска противника прошли вглубь страны так стремительно и стали угрозой для Курской АЭС? Как сейчас обеспечивается охрана всей протяженности границ России? Почему мирные жители приграничного региона Курской области оказались сброшенными на произвол судьбы, а СМИ рекламируют организованную эвакуацию? Почему органы власти приграничного региона оказались не готовы к оказанию гражданам помощи в эвакуации? Почему в условиях СВО регулярных обстрелов ВПЛА и когда военные действия уже перешли на нашу территорию, до сих пор фактически отсутствуют объекты гражданской обороны, оборудованные всем необходимым на случай войны бомбоубежища укрытие для мирного населения? Почему население загоняет непредназначенные для укрытия подвалы, необорудованная сантехника и вентиляция, в которых отсутствует второй выход? Почему экс-министр обороны России Шойгу не понес ответственности за уничтожение системы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций России и многомиллиардную коррупцию в Министерстве обороны России? Почему экс-министр обороны Анатолий Сердюков до сих пор не понес ответственности за разрушительные реформы российской армии? Почему в разгар СВО были ликвидированы 13 жизненно важных оборонных предприятий? Почему взлетели на воздух 29 складов с боеприпасами? Почему не обеспечена была сохранность снарядов? Кто привлечен к ответственности за эту диверсию? Почему президент России Владимир Путин, который много раз заявлял, что отвечает за все, что происходит в стране, не несет ответственность за страшные трагедии, которые уносят жизни мирных жителей? Все, что сейчас происходит на поле военных действий, жизненно важно для каждого гражданина страны. Мы, граждане, должны быть уверены, что наша защита в руках честных и мужественных профессионалов, а не лгунов и коррупционеров. И поэтому требуем реагирования на данный запрос немедленно, как и положено в условиях военного времени. Вот сейчас сказали очень много важных вещей, и у меня вопрос. На каком основании Министерство обороны имеет право отказывать народу в принятии его голоса? Почему они живут на наши налоги, мы оплачиваем их зарплату, и они позволяют себе просто в наглую нас послать, не обосновывая? Мы в своем регионе очень часто подаем разные запросы, и даже нам на месте никто ни разу не отказал от того, что шапка была направлена, например, нескольким получателям. Это не причина для отказа. Мы, граждане своей страны, мы не обязаны быть образованными до деталей, до мелочей, а вот они обязаны там сидеть, знать законы и принимать их, принимать документы от нас. Хоть рукой написано, хоть печатные, какие угодно. Это голос народа, мы им принесли. Поэтому я не понимаю, почему народ это терпит. Терпит депутатов, которые принимают законы, которые нас уничтожают. Терпит вот такое поведение наших министерств, наших главнокомандующих. Вы посмотрите, сколько людей молчит, сколько курчан эвакуировано, и никто же не сказал, никто не открывает рот, что там происходит, как они живут. Все думают, что это государство помогает эвакуированным. Нет. Это люди ходят по оптовым складам, по магазинам, покупают вещи, отправляют туда. Я сама это наблюдала. Почему Брянщина молчит? Почему белгородцы молчат? Почему никто не требует нашу власть ответить? Почему народ вообще даже не задумывается о том, что гибнут наши дети, а мы молчим? Я считаю, что реально в государстве нужно проверить всех высокопоставленных чиновников на предмет госизмены. И начать нужно как раз с высоких чинов, с того же Герасимова, Путина и всех остальных, кто сейчас несет ответственность. Путин говорил, что он отвечает за все, что происходит в стране. Ну так пусть он ответит. И чтобы он ответил, должен народ открыть свой рот. Не молчать и наблюдать, как активисты приходят и требуют. Мы вместе с вами сейчас, мы также пострадаем. Если курчан эвакуировали в наши регионы, в ближайшие регионы, скажите, куда наши регионы эвакуируют? Вы об этом задумывались? Я не хочу, чтобы меня с моей дочерью отправили на Алтай куда-то, в подвалы заваленными подыхать. Я хочу, чтобы здесь и сейчас пришел мир в мою страну. И хочу, чтобы этого начал требовать народ. Все. Всем здравствуйте. Я еще хочу обратить внимание на такой момент. Вот когда пришел Сердюков, его назначили министром обороны. И он начал реформы так называемой армии. Так вот он сократил армию почти в три раза. С 2,88 миллиона человек до примерно 1 миллиона. Ну плюс-минус. Он сократил опытные кадры, опытных офицеров. Высокие посты, такие как полковники, подполковники. Тоже многие пошли под увольнение. Он сократил рядовых. Он сократил все виды войск. Причем в разы. Либо в два раза, либо в три раза. Сухопутные войска очень сильно сократил. И он обещал, что армию будет более подготовленной, более боеспособной. Что мы в итоге получили? Мы получили уменьшение личного состава армии. Мы получили закрытие вузов, которые занимались подготовкой кадров, кадровых офицеров России. Мы получили то, что сократилась количественно армия. И в результате мы получили на границе вместо обороноспособной боевой подготовленной группы войск, мы получили камеры. То есть за границей уже многие годы наблюдают камеры. Камеры, к сожалению, они не спасут, когда через границу приезжают танки, через границу летят дроны, самолеты. Переходит личный состав. И вот на примере Курска мы сейчас это увидели. Я хочу сказать, что известный в России политик Светлана Михайловна Лада Русь еще в 2012, если не ошибаюсь, подавала заявление о госизмене и о диверсии с просьбой проверить, в том числе Сердюкова, его действия на предмет государственной измены. А не является ли сокращение армии просто предательством, по-русски говоря. И через много-много лет нам вот с вами сейчас становится ясно, что, наверное, действия Сердюкова, они были какими-то спланированными и для чего-то это все делалось. И вот пример. Курская область, она в условиях проведения СВО, уже несколько лет СВО у нас проводится, и Курская область оказалась границей совершенно незащищенной. У нас вопрос очень большой. А остальные территории, остальные границы у нас защищены? С Китаем граница, не только с Украиной, с другими государствами. Или у нас везде камеры стоят, и любое государство может вот так вот спокойно через границу перейти и начать какие-то там... Диверсионная группа, оказывается, проникла. Так эта диверсионная группа, во-первых, там НАТО присутствует в очень большом количестве, бойцы подготовленные, которые просто так, простите, не приходят. Они приходят выполнять конкретные задачи, и они их выполняют. К сожалению для России в данном случае. И вот я хочу сказать, а что это, если не диверсия? Мне кажется, что все факты указывают на то, что это спланированное, спланированное разрушение было российской армии, вот. Потому что после советских времен оставалось много боеприпасов, много складов, много... Большое обеспечение обширное, армейское. И все это было, в том числе Сердюковым, распродано просто с молотка. И ничем, собственно, другим не заменено. Дальше мы что видели? Что министром обороны Шойгу назначили. Теперь мы видим коррупционные скандалы. Его замов, там 8 человек, если не ошибаюсь, его заместители и достаточно высоких чиновников, значит, их арестовали. На них завели уголовные дела. Опять же, тот же самый Шойгу, совершенно чистый, совершенно он ни в чем не замешан в этих коррупционных скандалах. И живет себе спокойно. Тот же самый Сердюков. Занимает, если не ошибаюсь, в Ростехе неплохую должность сейчас. Тоже амнистия, все нормально. А, простите, обороноспособность страны и те действия, которые он совершил, Сердюков имею в виду, они никак не будут оценены, человек не ответит за них, все нормально, будет продолжать жить, получать неплохую зарплату. То есть это те лица, которые ответственны за безопасность целой страны. И их действия повлекли черт знает что. Сейчас в Курске, не только в Курске, гибнут ребята российские, которым не все равно и которые добровольцами пошли защищать страну свою. И вот в результате действий этих лиц, которые совершенно спокойно сейчас живут, у нас вот такая жизнь в стране. Я думаю, что вот такие волеизъявления нужно подать каждому, потому что и спросить, чтобы тысячи, не знаю, сотни тысяч, миллионы людей спросили. Из Путина, Белоусова, Герасимова, Бастрыкина и других высокопоставленных чиновников, а что у нас в стране происходит? И доколе это будет? Потому что скоро страны может просто не остаться. То есть мы проснемся, а у нас в Москве уже, простите, не те войска, которые должны находиться и охранять город, да? И это вполне может произойти, особенно на фоне того, что в новостях нам сейчас говорят либо полуправду, либо вообще непонятную правду, как они репортажи снимают. Вот такая вот сейчас у нас ситуация в стране. И я хочу, чтобы каждый понял, что это уже не хата с краю горит, а это уже горит дом каждого. Условно говорю, но ситуация такая. Спасибо. Я хочу задать вопрос каждому из нас. Почему мы живем во времена, когда никто ни за что не отвечает? По моему мнению, потому что каждый практически россиянин живет с мыслями, что моя хата с краю. А что я могу, да? Есть такой ролик, когда идет толпа людей, и каждый идет и задает себе вопрос. А что я могу один? А нас много. Вопрос, почему мы не вникаем в происходящее? Призываю всех и каждого ознакомиться с документом, который будет опубликован, и обязательно его поддержать. По моему глубокому мнению, убеждению, происходит целенаправленная диверсия против населения нашей страны. В открытых источниках очень много информации. Я хочу зачитать цитату. Заявление капитана первого ранга Евдокимова МА по поводу уничтожения системы ГОИЧС благодаря действиям бывшего министра Шойгу. Цитата. Шойгу 17 лет пиарил на всю страну МЧС, завлекая публику дешевыми показухами. И мало кто догадывался, что за этой показушной ширмой идет целенаправленный развал гражданской обороны и системы оповещения населения. Я считаю, что за все вот эти диверсионные действия, на мой взгляд, должны ответить обязательно и губернаторы всех приграничных территорий, и губернаторы абсолютно всех регионов нашей страны, и все те люди, кто назначил губернаторов на их должности, президент нашей страны и правительство Российской Федерации. Уважаемый мой народ, тот самый, с которым мы вместе трудились, учились, вы не думайте, что сия чаша минет вас. Заказана вся земля. Земля проходит тоже свои этапы эволюции. Нас собиралось много горя, много воровства. За это надо отвечать. Ты молчишь, ты не просто соучастник воровства, тебе Бог прислет счет. Все то, что мы сейчас прослушали, это только маленький фрагмент кирпичек из того, что творится в нашей стране. В нашей стране есть вода, недра, леса. Я спрашиваю, вы себя чувствуете, как потомки победителей фашизма, для которой вас Родина кормит, поет? Вы счастливы? Вы можете строить в завтрашний день, ничего не боясь? Я такой сейчас уверенности не имею, потому что наверху очень много людей, которые молятся на деньги. Счастье никогда не мерилось в рублях. Поймите это. У нас два варианта. Один сдохнуть. И чтобы этот план реализовался, надо просто молчать. И предатель доделать свое дело. Они работают вкупе с этими глобальными силами, чтобы заехать сюда, в Россию. Для русского народа они отписали, Маргарет Тетчер сказала, достаточно 15 миллионов россиян. Я ничего не вру. Вот копните чуть-чуть их фундаментальные труды, и вы поймете, что кроме вас отстаивать нашу страну больше некому. Поэтому не молчите, кричите, правду говорите. Тогда имеет право помочь сам Бог. По-другому победа никак не придет. Она всегда приходит и со слезами на глазах. Но для этого каждый должен переступить свой страх, лень, апатию и заявить так, как оно есть. Если Владимир Владимирович не справляется с своими обязанностями, она указывает очень много признаков, его надо отправлять в отставку, как мне кажется. Это будет наиболее хороший вариант для нашей страны. А так нам готовят войну, голод, нищету. Значит, те 60 самолетов, которые якобы Украина получили, сейчас уже про них говорят, ГФ-16, что те первые, которые прилетели, они имеют у себя доработки, чтобы сбрасывать ядерные бомбы. Ну как ты отличишь этот самолет от того? Практически это малоузнаваемо. И план бомбардировки ядерных по нашим городам уже давно намечен. Им нужна просто наша земля. Вы поймите это. Вы живете на самом богатом складе, который дал вам Бог, который хранили ваши предки. И чтобы здесь жить, ты должен быть победителем. Другого варианта просто нет. Поэтому поддержите все наши обращения, не молчите, ничего не бойтесь. Только так творится победа в абсолютном бесстрашии. Подвиг творится по зову сердца. Только ты можешь исполнить свои хорошие мечты. Да будет так. И еще такое небольшое. Вот сегодня очень много говорилось про оборону. Про бомбоубежище хочу еще сказать, да, что все-таки, получается, они нам не дают информацию по бомбоубежищам, да, вот простому населению. Потому что это якобы является государственной тайной. Так получается, что нас вычеркнули с государства. То есть мы не имеем отношения к государству. Мы не находимся на территории государства. То есть нас уже записали вне россиян, понимаете. Мы не россияне уже, по их мнению. Потому что для кого, извините, если нам не дается информация по бомбоубежищам, значит, для кого вот эти строятся бомбоубежищ, точнее, строятся, которые есть, да. И получается, что они для себя их оставили. И поэтому их так мало, ну, небольшое количество этих бомбоубежищ, ПВР и так далее. Получается, что мы с вами не россияне. Я вас с этим поздравляю. Ну, как бы, ну, получается, что нас, если уже вычеркнули, то нам терять нечего. Нам надо, как бы, брать судьбу в свои руки. Поэтому присоединяйтесь к народной трибуне, к Совету защитников. И давайте уже, как бы, принимать активное участие в судьбе своей страны. И, как бы, приходите на наши ресурсы. Приглашаем вас. Спасибо. Мы знаем, что за подбор кадров в Минобороны отвечает лично Путин. И как главнокомандующий армией Российской Федерации, мы считаем, что он лично должен нести ответственность за то, что страну потрясают крупные коррупционные скандалы в Министерстве обороны. Выясняется, что генералы, которые должны родить за армию, народ и страну, родили только за свое безмерное обогащение и коррупцию в Минобороны. Также подобрала обороноспособность армии. О потрясающей миллиардной коррупции на подрядах военных объектов сообщил бизнесмен Сергей Храбрых еще в 22-м году. И только за последние пять месяцев страну потрясли коррупционные дела, в которых задействованы первые лица Министерства. Арестован заместитель министра обороны Сергей Шойгу Тимур Иванов. Потом, значит, арестован за взятничество генерал-лейтенант, начальник главного управления кадров Министерства обороны Юрий Кузнецов. Арестован генерал-майор, бывший, командующий 58-й армией Иван Попов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, захищение на сумму более 100 миллионов рублей. Дальше. Арестован генерал-лейтенант Вадим Шамарин, начальник главного управления связи вооруженных сил Российской Федерации. Заместитель начальника генерального штаба за взятку в 36 миллионов рублей. Следующий. Задержан начальник департамента Министерства обороны по обеспечению государственного оборонного заказа, полковник Владимир Вертелецкий. Следующий. Арестован бывший глава публичной правовой компании, военно-строительной компании Андрей Белков. Следующий. Арестован бывший заместитель министра обороны генерал-армии Дмитрий Булгаков. Следующий еще. Следственный комитет России сообщил о задержании директора парка Патриот Ахмедова и заместителя главного управления инновационного развития Минобороны России генерала Шестерова. Оба задержанных проходят по делу о мошенничестве как минимум на 40 миллионов рублей на госзакупках. Масштаб страны ужасает. Что еще может быть, чтобы дальше продолжаться? Как это может быть? Лично я считаю, что Путин несет ответственность за то, что происходит в кадрах, потому что без него бы этого не было, без его согласия. Все. Мы требуем немедленной отставки Путина ВВ с должности президента России и верховного главнокомандующего нашей народной армии. Белоусова с должности министра обороны Российской Федерации, так как не справившихся с возложенными на них обязанностями и не способны защитить русские, российские границы и обеспечить безопасность населения России. Проведение проверки действий без действий президента России Владимира Путина, экс-министров обороны Анатолия Сердюкова и Сергея Шойгу, министра обороны Белоусова, начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Герасимова ВВ на предмет наличия в них признаков преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ «Халатность», статья 281 УК РФ «Диверсия» и статья 275 УК РФ «Государственная измена». Публично обнародует следующую информацию, почему должным образом не была обеспечена охрана границ на Курском направлении в условиях, когда мы более двух лет ведем боевые действия на территорию соседнего государства. Почему военные руководства страны проигнорировали информацию российской разведки о готовящемся вторжении вооруженных сил Украины на Курскую область? Почему в преддверии наступления ВСУ основные силы и средства обороны границы на Курском направлении были переброшены в другое направление? Мы считаем, что есть признак диверсии во всех вышелонах власти. Я хочу сказать, что у нас есть в России народный лидер Светлана Влада Русь. Она как человек с открытой большой душой, она за народ. Вставай, народ, на защиту себя, своей Родины и Светланы Влада Русь. Я из города Брянска. Хочу сказать, Курск, Белгород, вот только сейчас вещали все, Брянск. Вы не представляете, что такое, когда взрывается дрон. Ты спишь просто, ты подскакиваешь, у тебя мурашки по коже, сердце просто выскакивает. И не думайте, что вы просто так останетесь в стороне, все вы, которые вы молчите, коснется каждого, понимаете? Это страшно, мы живем на своей земле, у нас прекрасные ресурсы, богатейшая страна. Что же происходит с нами, с русскими людьми? И как нам, вот мы пришли, министерство обороны, помогите нам, спасите нас, наше поколение молодое. Молодое, что ждет нас? Это просто страшно, у нас вот буквально на той неделе по всем областям беспилотники сбивали просто, это страшно просто. Постоянно, громко, 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 и что дальше? Что нам ждать дальше? Почему вот такое бездействие, почему никто ни за что не отвечает? Как нам жить дальше? Давайте подумаем вместе, народ, и не молчите, просыпайтесь вы уже, моя хата с краю, ничего не знаю. Уже некогда ждать, времени просто совсем нету, просто совсем. Все, я сказала.